Участниками ралли становятся не только известные пилоты. Телеведущая Мария Командна занимается не только освещением легендарного Дакара, но и сама смогла сесть за руль автомобилей. Масштабы техники ее удивили. Комфортабельная машина, что, конечно, очень нам сильно с ней повезло. И, в принципе, пока я не чувствую там какой-то усталости или такой эмоциональной выхолощенности. Самым коварным получился 227-й километр этапа. Именно на нем многие пилоты теряли время, причем значительно. Камазовцы по доброй традиции выручали друг друга. Везло не всем. Перегорел генератор у нас. Сейчас вот экстренно меняем и поедем дальше. Ну, машины же современные, они без электричества уже не могут ехать. Первым финишную прямую уже в третий раз пересекает экипаж Эдуарда Николаева. В общем зачете он оторвался от Вилагры и Вязовича. Остальные представители «Синей армады» пока в роли догоняющих. Начали искать точку. Там такое плохое место. Дюны расположены, ну, очень высоко, плохо берущиеся дюны. Корявые, труднопроходимые, с ямами, с уступами. Вот. Ну, думали, ну, на самом деле думали, что точки там. Все, их искали, очень много людей там стояло. Пятый этап пройдет по маршруту от Сан-Хуан-де-Марконы до Арекипы. Грузовикам предстоит преодолеть 267 километров. Неожиданности гарантированы. Алмаз Гафиатов, ТНВ, Перу.